Вторая всероссийская спартакиада пенсионеров. В Саратове прошло открытие одного из самых массовых спортивных праздников страны. В программе мероприятия заявлено состязание по шести видам спорта, участие в которых примут более 500 человек из 59 регионов России и шести стран ближнего и дальнего зарубежья. Подробнее в сюжете Екатерина Ковальчук. Приветствуем представители Федеративной Республики Германии! Они впервые приезжают к спартакиаду пенсионеров в Россию. Финны, белорусы, сербы, киргизы и славянцы. География участников второй спартакиада пенсионеров вышла далеко за пределы России. Самыми многочисленными российскими представителями стали команды Санкт-Петербурга, Саратовской и Московской областей. Всего же на старт этого турнира выйдут пожилые спортсмены из 59 регионов нашей страны. Здесь собраны те, кто дорожит здоровьем, кто дорожит своей историей дружбы с физической культурой, со спортом, но ни в коем случае нам не важны никакие рекорды. Вот поймите, что наша задача показать, что сегодня приехали те, для кого активное долголетие – это не какая-то формула, изложенная на бумаге, а это вот их реальная жизненная позиция. Рекорды участники спартакиады начали ставить еще до официального открытия. Так, в Новосибирской области количество желающих посоревноваться составило почти 2000 человек. В республике Татарстан – около 4000, а в Курской области – свыше 6000 пенсионеров. Столицей второй всероссийской спартакиады пенсионеров Саратов стал не случайно, говорят организаторы. Спортивный актив Саратовской области имеет опыт проведения массовых праздников спорта, таких как первая спартакиада трудовых коллективов в 2011 году была, первый фестиваль неолимпийских видов спорта. Самое главное испытание проходит команда всегда организаторов в первый день, потому что это приезд, размещение и открытие. Поэтому сегодня все идет по плану, все рабочие вопросы, они всегда возникают, но все решается, поэтому у нас никаких претензий к организаторам Саратовской области пока нет. Программа спортивных состязаний довольно насыщена. В первый день соревнований участников ждала комбинированная эстафета, которая стала самым массовым спортивным мероприятием. На четырех дорожках по 8 спортсменов от каждой команды. Главная задача – справиться с 50-метровкой за кратчайшее время. Для 55-летней Елены Сазонова из Тюмени забег оказался трудным испытанием. Шахматистка с почти полувековым стажем. Говорит, в беге она не сильна, но победы в шахматных турнирах заставляют бороться и на спортивной дорожке. Шахматы, во-первых, закаляют характер. Это раз. Учат умение анализировать в жизни, все жизненные ситуации учат в жизни. Поэтому все, что случилось, какое-то хорошее, плохое, сразу же проанализируешь все свои ошибки и стараешься как-то их исправлять. Саратовскую область на этой эстафете представляют 8 участников. В последнем коллективном забеге бежал Василий Никифоров. Говорит, до победы в их команде не хватило всего лишь несколько секунд. Я просто переживал, потому что все хотят выиграть, но не у всех быстро получают. Но я думаю, мы будем непосредственно. И даже, может быть, ближе к первому. В первый день соревнований пенсионеры также померились силами в теннисе и плавании. В последнем виде спорта борьба не на шутку разыгралась в финальных заплывах. Лидирующие позиции здесь разделили сразу несколько команд. 12 июня участникам предстоят соревнования по гимнастике и партии в шахматы. Екатерина Квальчук, Максим Пустовалов, РЕН-ТВ, Саратов.